Вместе с хорошей погодой Нарьинмар атаковали комары. Больше всех от такой напасти страдают дети. У некоторых укусы насекомых вызывают аллергическую реакцию. О том, какие меры профилактики используются в детских садах, как избежать неприятных последствий от контакта с комарами, расскажем в следующем сюжете. Мы бегаем и мажемся. Мы мажемся, вот так прескаемся. Я обычно защищаюсь анч-комарином. Мама меня циклит, один в садике, а другой дома. Часто, когда комары, мы брызгаемся, и я от них убегаю, когда меня не брызгают. Мама меня плыкает лицом и глазки закрывает, чтобы комары меня не кусали. Сотрудниками детского сада «Сказка» предпринимаются профилактические меры. Только с согласия родителей воспитатель или медицинская сестра могут применить спрей от насекомых перед каждой прогулкой ребенка. А также при необходимости производится обработка места укуса. После укусов используются антисептические средства, такие как перекись водорода, хоргексидин спиртовой. Далее мы можем порекомендовать родителям использовать антисептические, противовоспалительные и ранозаживляющие мази и гели. Спасаются от комаров с помощью репеллентов даже взрослые. Правда, некоторые из них прибегают к народной медицине. Ну вот, например, знаю, что пижму, когда она расцветает, ее можно растереть в ладонях, и комары боятся. Я сажусь на велосипед, и они меня не могут догнать. Вот это самый простой способ. Ну вот сейчас, когда я иду, иду пешком, у меня всегда с собой оружие. У меня там в рюкзачке, я только что вся обдезодоранченная. Поэтому пока держусь. Репелленты, да, фумигаторы, все как бы стандартно, химия. Вы знаете, я даже не применяю средства от защиты комаров. Да? Да. А как? Не кусают? Нет. Очень просто. Я от них не защищаюсь. Они меня не кусают. Врачи настоятельно рекомендуют при длительной прогулке или поездке обязательно брать в дорогу не только репелленты, но и антигистаминные средства. При укусах комаров или мошек, если человек не подвержен аллергическим реакциям, то есть там сопровождается только небольшим покраснением, которое быстро проходит. Достаточно положить холод, это может быть тряпочка смочена холодной водой или кусочек льда, и эта аллергическая реакция маленькая, она сразу проходит. Но если идут такие побочные действия уже, высыпание по телу, поднимается температура, человеку тяжело дышать, появляется дышка, дискомфорт, необходимо сразу обратиться к врачу. Потому что это всё довольно серьёзно может привести к тяжёлым последствиям. Добавлю, чтобы обезопасить себя от внимания насекомых, следует воздержаться от использования парфюмированных средств и тёмной одежды.